С 1 июля 2018 года завершается второй этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. В соответствии с 54-м федеральным законом от 22 мая 2003 года, применение онлайн-касс становится обязательным для организации плательщиков единого налога на вмененный доход в сфере торговли и общественного питания и индивидуальных предпринимателей, плательщиков и НВД или держателей патентов, если они используют наемный труд. Сегодня на учете в Одинцовской и ФНС стоит уже более 8 тысяч онлайн-касс. Зарегистрировать кассовый аппарат можно без прихода в налоговую инспекцию. Таким способом пользуются порядка 98% наших налогоплательщиков. Делается это через сайт Федеральной налоговой службы в личном кабинете. Вся необходимая информация для пользователей расположена в разделе «Новый порядок применения ККТ». Также в инспекции продолжают работать открытые классы. Они у нас работают с прошлого года. В этом году проведено 36 открытых классов, в которых приняли участие более 300 налогоплательщиков. Больше всего сотрудники инспекции опасаются ажиотажа, который может возникнуть у предпринимателей за несколько дней до окончания срока перехода на новое контрольно-кассовое оборудование. Поэтому предлагают бизнес-сообществу не откладывать приобретение и постановку на учет онлайн-касс на конец июня, а заниматься этим вопросом прямо сейчас. За эту неделю я лично пообщалась с предпринимателями, у которых возникли определенные вопросы по переходу. Ну что хотелось бы отметить. Все понимают важность и необходимость. И сами говорят мне о том, что не будут дожидаться последнего дня, а перейдут буквально до 10-12 июня. С тем, чтобы, как они говорят, приучить своих сотрудников работать с этими кассами, потому что это сложнее, чем просто выписывать бланки строгой отчетности, либо кто-то еще работает на кассах старого образца, то есть мы их уже не регистрируем, они сняты с учета, но как калькуляторы они у них работают. Установка и отладка нового оборудования требует определенных усилий и времени. И сама техника довольно сложная, и требования к качеству интернет-соединения достаточно высоки. Ведь все данные с касс сразу отправляются в налоговую службу. При этом государство предусмотрело меры поддержки тех, кто переходит на онлайн-технику. В соответствии с 349-м федеральным законом, те предприниматели, которые находятся на режиме единого налога на вмененный доход или патентной системе налогообложения, вправе уменьшить расходы на приобретение ККТ из суммы налога. Значит, условие такое, не более 18 тысяч рублей за каждую единицу контрольно-кассовой техники, с учетом ее стоимости и установки. Также представители налоговой инспекции отметили активное содействие в этом вопросе со стороны районной администрации, торгово-промышленной палаты и местного предпринимательского сообщества. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.